Я читал вчера про тело Виши, да, сложные темы. Нет, ну я же права. Нет, 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 тело, а? Все-таки, да, про тело никто. Кстати, вот Мразевич, он замечает такие вещи, кто более расслаблен, кто... Как-то вот он бы откликнулся на эту тему, мне кажется. Вот как, ну, что уже проявили себя, вот здесь кто-то показывает уже какую-то, ну, вот, отличительную от остальных игроков игру? Мне кажется, что пока-то в худшую сторону. Все? Нет, нет, ну, просто есть люди, у них еще неколобительные, которые явно не в форме, говорят, ну, явно ниже своих возможностей. Ну, может быть, связано с акклиматизацией, ну, например, третью партию, я понимаю, что делать, хикарно, комога, говорят, по-моему, совершенно не в своей силе. Он и вчера Харакири себе сделал, да? Да, точно, слава ты, мне кажется, Слабиана, он играл там, такой явный перевес, там, в ходу можно мучить, он в два хода его отдал. Не знаю, очень странно, и то, что вот до палок не пошел, там, то есть он бьет F2, и не увидел ходу какой-нибудь E4 шаг. Очень необычно. Мне кажется, что с акклиматизацией вот этих акклиматизаций показалось, я так думаю. Да? То есть они войдут в форму? Ну, просто это настолько, настолько странные ошибки, которые даже в обычных опенах люди не допускают. Ну, такие грубейший просчет, вот, поэтому, наверное, многое будет зависеть от того, насколько они выступают в себя. Вот чем отличаются круговики от опенов? Вот в чем? Вот опена ты научился играть? Ну, значит, для меня они отличаются тем, что в круговиках я не играю, поэтому я просто, не знаю, ну, что-что. Ну, а вот, да, в Дортмунде, можно после Дортмунда, если не сыграть, всем плохо, может быть, что-то сказать. Я слышала такое, что, например, в Швейцарке вообще нельзя проигрывать. То есть это, это главное, не проигрывать. А вот в круговике, типа, можно и позволить себе такую роскошку. Наоборот, ну, я не знаю, ну, это везде лучше выиграть, чем проигрывать и так далее. Можно еще много банальности сказать. Я не знаю, но мне кажется, это уровень сопротивления, там, в Швейцарке время от времени ты можешь играть в среднем и легко выиграть партию. Такое бывает. А здесь, вот, по идее, такого быть не должно. Ну, как ты отметил победу? Потратил деньги? Пока нет. Пока еще они не пришли, поэтому я подожду этого момента. Как вот тебе, например, ты себя проявил уже в этих Швейцарках, а как вот досюда дойти? Вот что отличает вот этих сильных мира сего от людей, которые тоже, вот, как ты, например, очень хорошо играют в шахматы и выигрывают турниры и все? Это трудно сказать. Я думаю, что, к сожалению, минимум класс разницы есть между людьми, которые даже выигрывают в Швейцарке, и теми людьми, которые играют в Швейцарке. Ну, кстати, обратите внимание, что же Накаму, который сейчас, я не знаю, что там, что он Е4 взял на Диа-7. Ну, в общем, проблема тут приличная. Как я понимаю, в Криве, очень неприятно. Может быть, и полустрелок, да, при случае, а в Швейцарке, по-моему, выигрывает там под 100%, где участвуют. Нет, ну вот этот класс, он в чем? Они больше работают? А, по-моему, во всем, да. Да, больше работают, больше знают, лучше считают варианты, лучше понимают позиции. Мне кажется, что просто, ну, может быть, что-то, что-то не так, скажем, совсем фатально, но в большом счете, я думаю, что да. И за кого болеть такой вот вопрос последний? Ну, сложно сказать, надо еще посмотреть, в общем, кто, кто, как. Кто здесь играет? В принципе, да, нет, нет, ну, за хорошие, ну, конечно, у наших ребят у нас хорошие отношения с Петром, с Сергеем. А вот я смотрю, у них, по-моему, у всех хорошие друг с другом отношения, да, они садятся за доски и все начинают общаться. Мне кажется, они много уже сыграли партий между собой, то есть, как бы, трудно на таком длинном расстоянии быть, наверное, врагами. Хотя, ну, мы знаем, что есть на высшем уровне, такие примеры. Ну, здесь видим. Вот у этих ребят нет, да? Я не знаю. Не знаю. Ну, так, на память не помню такого, да. Хорошо, спасибо большое.